Киргандинцам не стоит ждать дешёвых овощей из топара. В посёлке тарифы на тепло взлетели в пять раз, на холодную воду и канализацию в четыре раза, на горячую воду в три раза. Население топара отказывается оплачивать счета. Откуда такой резкий скачок, выясняла Людмила Бачкина. В феврале, вот я написала, с первого, второго, тринадцатого года, повысились вот на сколько раз? Пять раз, три раза, четыре раза. Только за горячую воду я тысячу сто тенге буду платить. За свою крохотную однушку Ольге теперь придётся платить вместо двух тысяч семь. Это в три с половиной раза больше. И это несмотря на то, что девушка работает вахтами и полмесяца не живёт дома. Ребёнок всё это время у родителей. Топарская ГРЭС, поставщик почти всех коммунальных услуг в посёлке, единовременно поднял все тарифы в разы. За трёхкомнатную раньше платили четыре тысячи, сейчас восемнадцать. У нас сельская местность, мы находимся 800 метров от самого ГРЭСа. Не считается вот это расстояние, не считается то, что мы дышим, вот их вот этой средой экологической, всякие газы, дымы и так далее. Это всё они в расчёт не взяли. Население Топара до сих пор не знает, что такое счётчики холодной и горячей воды. Здесь и сегодня платят по норме на человека. В этом посёлке всегда было выгодно жить, потому что благодаря близости ГРЭС здесь были самые низкие тарифы на коммунальные услуги. Но теперь монополист решил это исправить. С первого февраля Топарцам придётся платить за отопление в пять раз больше, за холодную воду и канализацию в четыре раза, за горячую воду в три, за свет в полтора раза больше. Естественно, это вызвало возмущение населения. Жители собрались в местном ДК, но услугодатели не хотят огласки. На защиту журналистов встаёт население посёлка. До сих пор ни Акимат, ни антимонопольный департамент не смог помочь им сбить спесь с местного монополиста. Не тратите ни одной тонны угля вы на наше отопление. Это у вас чистая прибыль. Чистая прибыль. Это идёт отработки турбин, конденсат нам на отопление. А вы нам, Тимиртау, до Тимиртау подать какое расстояние, до Шахтинска подать какое расстояние. Это вы учитываете? Станция, пока правило Бердинова, разрушена была до основания практически. Сейчас нужно поднимать. Разговора нет, это надо делать. Но не таким способом, потому что у нас очень много незащищённых слоев населения. Многие люди зарабатывают всё где-то примерно по магазинам, где-то там по 20 тысяч тенге. Как можно содержать семью на эти 20 тысяч и платить 10 тысяч примерно? Даже социальные пособи вот эти, которые будут. Руководство ГРЭС заверяет, что все тарифы одобрены антимонопольным агентством. Кроме того, тарифы в Топаре не поднимались с 1998 года. Тем временем станция пришла в упадок и нужны деньги на её модернизацию. Сегодня после переговоров областных властей с руководством корпорации «Казахмыс» решено тариф на тепло поднять не в 5, а в 3 раза. С одной стороны, это резкий скачок, с другой стороны, это по-прежнему, наверное, самая низкая цена в республике Казахстан за предоставление тепла. Местные налоги более 120 миллионов тенге. Это позволит и местным акиматам, и всем органам социальной защиты перераспределить эти деньги тем людям, кто в этом нуждается. Я рассчитываю, что дороги станут лучше, что посёлок станет светлее, и искренне надеюсь, что эти деньги пойдут по назначению. Однако, по словам жителей, резким ростом тарифов уже заинтересовалась прокуратура. Напомним, глава государства заявляла о повышении тарифов в стране на 15%. Однако, сегодня уже известно, что в середине года и в Караганде тариф на холодную воду грозит вырасти на 66%. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.